Ну что ж, друзья мои, повела я, значит, дочку в четверг рано утром в школу. И вижу, что-то не то. Никого из детей практически нет, а кто подходит, охранник разворачивает и отправляет домой. Подхожу, спрашиваю, в чем дело, он говорит, мадам, идите домой, на 10 дней карантин. Президент объявил по телевизору закрыть все детские учреждения, поэтому ни спорт, ни школы, ни какие-то другие секции и развлекательные мероприятия для детей не работают. Поэтому у меня появилась прекрасная возможность взять детей, пойти прогуляться и рассказать вам, как обещала наш случай, как я побывала в Алжирской больнице. Ну что ж, давайте же начнем. Друзья, сразу хотела предупредить, что на данный момент я приболела, и у меня осталось такой из побочных, это заложенность носа и хрипоток такой в голосе, поэтому если кому-то режет слух, прошу прощения. Уж коронавирус ли это или нет, я не знаю, тест не сдавали, но заболели всей семьей. Слава богу, сейчас все практически поправились. И начнем мы, пожалуй, с этого, потому что поступают некоторые вопросы от моих подписчиц. Среди них есть девушка Алена, которая спрашивала про обстановку коронавируса, про вакцинацию в Алжире. Как я уже сказала ранее, что закрылись сейчас все детские учреждения, хотя до этого не было какого-то сильного давления на людей, не требовалась обязательная вакцинация для всех, вакцинация только по желанию. И я не вакцинирована до сих пор, потому что мне, ну, ничем это не мешает жить. В Россию я сейчас не лечу, на транспорт никто не спрашивал, то есть в автобусах, даже без масок. Единственное, в трамвае иногда охрана могла говорить одеть маски, но и то, как бы, они просто не выгонят, если ты без маски скажешь, не хочу, или там, не знаю, сделаешь видимость. В общем, нигде не требовалось детские учреждения тоже я посещала, и даже без масок, но сейчас большая вспышка пошла именно по детским заболеваемости, и поэтому вот в срочном порядке все закрыли, посадили нас на карантин пока что на 10 дней. Вакцинация проходит. Первое время, когда вот началась вакцинация, вакцинация, очень ждали поступления русской вакцины, люди прям хотели, доверяли нашему отечественному производителю, все хотели сделать русской вакциной, потому что, говорили, потом придет китайская, такая шутка, типа, лучше русской привиться. Своей вакцины в Алжире нет. Люди так активненько прививались, я скажу, что половина членов семьи моего мужа привита, привиты они английскими вакцинами, здесь есть и китайские, и русские, спутник, наверное, уже, я не знаю, есть или нет, но есть и американские, и вот английские, поэтому вакцина есть. Первое время я видела, стояли на улицах прям палатки, ну, было как бы теплое еще время, люди могли прям на улицах делать вакцинацию. Сейчас едешь по городу, вижу, где-то раньше располагались магазины, витрины, а сейчас там уже нарисованы, что это вакцинация, нарисован коронавирус, лозунги, призыв, типа, давайте, приходите. Мне очень нравится, что, вот, по крайней мере, в нашем городе нету какой-то прям дискриминации, невакцинированных, нету какой-то вражды между вакцинированными и невакцинированными, и это только по желанию людей, ну, по крайней мере, пока что. Вот вскользь рассказала вам тему про коронавирус и вакцинацию. Сейчас перехожу к своей теме о том, как я полежала с сыном в больнице. Итак, как же это все произошло? Родила я сына в России, до четырех с половиной месяцев я была с ним в России, и потом прилетела в Алжир. И сразу, практически, мой сын заболел. Заболел вирусным бронхиолитом, лечили, лечили, ездили по разным клиникам, частным, платным. Ну, болеет, болеет ребенок. Раз, болел сильно. Потом, через, наверное, буквально полтора месяца, второй раз, опять вирусный бронхиолит, колят антибиотики, прописывают, в общем, множество всего, и ничего не помогает. Ничего понять не можем, и уже когда случается третий приступ, мама мужа договорилась в государственной клинике, бесплатной больнице-госпитале, чтобы нас приняли. И нас принимают на дневной стационар. И я первый раз очутилась вот в этой всей атмосфере. Хочу сразу рассказать о том, что я на арабском языке понимала там по словам, то есть никаких предложений, я ничего построить не могла, потому что в семье сложилась такая специфическая речь, все уже привыкли ко мне, и мы так общаемся уже давно. Я не знаю французского языка, только так, тоже словами. Английский не очень хорошо, потому что мой супруг говорит на русском, говорит хорошо, и у нас вся речь только на русском языке. И до сих пор с детьми разговариваем и на русском языке, хотя я постоянно говорю, можно, чтобы он говорил на арабском? Ну, вот как-то так. А в семье мы разговариваем смешанно, то есть они знают какие-то русские слова, там, вот, тоже французский. И у нас такая специфическая речь арабская, русская, французская, английская. И это происходит уже на автомате, и так быстро, что мы понимаем друг друга. Ну, вот. А на улице-то я никого не понимаю, и вдруг я очутилась в больнице. Я очутилась в такой палате, где было три детских кроватки, люльки, никаких стульев для мам не было. Что сразу отмечу, что никаких бахил вообще в Алжирской больнице не признается. Врачи, да, ходят в халатах, в перчатках, но родители могут быть в верхней одежде, то есть вас не заставят одеть бахилы и снять верхнюю одежду. Вот. Мамочки, которые находились там с детьми, целый день нужно было с утра до вечера, там, капельницы, маски, кислород и так далее. Они прямо могли вот забраться в эту люлечку, сидеть там с ногами, либо некоторые расстилали свою одежду, ложились на пол. Я, знаете, сначала, типа, держалась такая солдатом, но уже там полдня просидев, я поняла, что все. А я тоже забралась в эту люльку и сидела там. Но практически все время находился со мной муж. Он не мог прямо находиться в палате, потому что там женщины все-таки, мусульманки, но он был в коридоре, и была такая палата витринная, панорамная, то есть я видела его, могла помахать, когда заходит врач и так далее. Но было как-то уютно, мне не приходилось решать какие-то вопросы. Потом, значит, нас отпуская домой стабилизировали и сказали, что если будет хуже, приезжайте. Но здесь я почувствовала облегчение, хоть вот это была вся антисанитария, но нет, не так прям, нет, было чисто. Палаты убирались, все такое, как бы старенькое, поношенное, но знаете, я в России тоже, не из Москвы. То есть я из периферии, Новгородской области, город Чудо. Даже не из Питера, то есть наш, наш край находится, знаете, я видела больницы и похуже. Но мне здесь стало легко, в этой больнице, потому что был присмотр врачей. Они не просто отмазывались, то есть посмотрели, выписали очередное лекарство и отправили домой. И делайте, что хотите с ребенком больным. Я вообще не понимала, как так. Теперь я понимаю, что в алжирских больницах вообще в принципе не держат. Даже если у вас сердечный прист, вас поддержат, один день стабилизируют и домой отправят. Но здесь все же присмотры, причем они сказали, будет хуже, приезжайте. Но и хуже, к сожалению, случилось. И нам пришлось опять приехать, опять меня положили на стационар. И вот там-то мы подцепили нашего врача-пульмонолога. Этой женщине огромное просто спасибо, я даже ее имени не знаю. Продержали нас опять целый день на стационаре. Я думала, что мы опять все стабилизируем, домой отправят. И вдруг приходит врач и говорит, что давайте, собирайте вещички и мы вас перевозим уже в другую больницу уже лежать. Я такая, что? Я была вообще морально вообще ни капли не готова. Ну, куда тут деваться-то? Муж поехал, собрал на скорую руку сумку и сообщил мне, что он-то там не может быть рядом со мной. То есть ни в коем случае. Что все придется самой. Вот тебе деньги на телефон. Вот так-то, так-то обговорили. И отвезли меня в больницу. Приехала в больницу я... Это было лето. Да, было прям жарко, я помню. Приехала в больницу, наверное, в 7 вечера. И это был Рамадан. Кто не знает, это пост у мусульман. И кушают они только после Магриба, после заката солнца. И как раз я пришла в такое время, когда Магриб и вот женщины сидят и кушают. Положили меня в самую большую палату, как я поняла, в нашем отделении. Там было где-то 9 коек, да, 9 коек, односпальных кроваток таких. То есть, кроваток и боксиков для детей не было. Лежали дети, ну, совсем маленькие груднички. Мы, наверное, были самые старшие. На тот момент сыну было около 10 месяцев. И возраст такой, знаете, не грудничок, что положил, лежит. и неуверенно ходит, что пустил по полу, пусть ходит. То есть, он ползал, нужно было держать за руку. На тот момент ему было плохо, он особо-то не ползал. Но все равно возраст не оставишь на кровати. И вот захожу я в палату, и мужа уже со мной не было, меня провожал какой-то санитар. И все, тут сразу начинает сообщать, что я русская. Просто такой шепоток. Русия, Русия, тра-та-та-та-та-та. То есть, я вызвала такой интерес у всех людей. Начали все вокруг столпляться, что-то ходить. И после Магриба люди покушали и начинают приезжать. Там нету какой-то системы, что можно приходить со Сталькита до Сталькита. Точнее, официально она есть, прописана, когда можно посещение пациентов производить. Но это только официально. На самом деле, люди ходили, когда хотели. И ходили и мужчины, женщины, бабушки, дедушки. Вообще, Алжир такая семейная страна. И каждый считает своим долгом. Он обязан просто навестить больного, умирающего, там любого. Поэтому приходили просто целыми семьями, толпами, без бахил, в этих одеждах. В общем, прям проходной двор на самом деле. И вот вы бы просто видели, что начало происходить тут. Когда приходили даже в другие палаты люди навещать своих там женщин, то им сообщали, что в такой-то палате лежит русская. И они все приходили ко мне. И кто как реагировал, кто просто посмотреть, как на обезьянку цирковую, кто пытался говорить по-английски, там, по-французски, кто говорил, о, там, лаперк, слава бог, так радовался, что вот русская приехала в эту страну. В общем, реакция была у людей абсолютно разная, но это был вообще просто колоссальный стресс для меня. Кто-то приносил что-то угостить, в общем, были очень немилые люди. Так, вернемся все-таки к моей палате. В палате у меня лежали женщины тоже абсолютно разные. Кто-то образованный, то есть они так деликатно, хорошо, не ссывали свой нос. Кто-то очень простые девчонки, деревенские, которые в жизни-то ничего не видели. Они не путешествовали, не учились практически, то есть выскочили замуж, все, вот семья, дети. А тут такое событие, которое пытались разузнать, но я и говорить-то не могла особо, но я как бы уже все равно понимала арабский. Даже попалась мне женщина, которой живут кочевники, вот они пасут скот, то есть они зависят от сезона. Если сейчас здесь трава, допустим, в Сетифе у нас, они приезжают и пасут скот здесь. Когда у нас начинается холода, они идут на юг, то есть у них такие вот палатки, и они прям целыми семьями переезжают, но женщины, вы женщин местных там не увидите, то есть их так оберегают мужчины, не подпускают близко чужаков. А тут оказалась такая женщина, она вообще была в шоке, она просто вокруг меня ходила, а я так боялась, потому что она так смотрела странно. В общем, на самом деле было так непривычно. Эта женщина пыталась мне что-то говорить, потом я поняла, что она показывает, говорит, дай кяшик, типа кяшик одежду, у тебя есть одежда старая? Кадим кяшик кейн, типа моей дочке, у нее дочка такая маленькая-маленькая, они все равно свои, они боятся очень с глаза и своих деток они прям закрывают вот с головы до ног, то есть ребенка ты вообще не видела, но я не подходила, мне неинтересно было смотреть на через детей, то есть она сидит и всегда закрыт у нее ребенок, там только врач видит, жив он там или не жив. В итоге эти старые вещи, конечно же, у меня были, я как раз не знала куда отдать, попросила мужа, он привозил, она так обрадовалась, что какие-то подарки ей. Потом палата эта, палату нужно было убирать самим, женщины ее убирали каждый день, проветривали, но столько была грязи вот из-за этой обуви, что, знаете, приходят постоянно люди, убираются такой специальной шваброй, как фротуар, она здесь называется, как дворники такие. И когда, ну там не было какой-то определенной очереди, сами женщины, и в итоге женщина, вот это кочевник, она поняла уже, что пора бы ей тоже убраться, я сама думаю, почему она не убирается, даже я как-то умудрилась с сыном таким, который возраст, не оставить его на кроватке, пока он спал, быстренько убраться. Ей, видимо, стало совестно, а потом она говорит, научить меня, я не умею, мы никогда не убирались такими швабрами, вы представляете, человек всю жизнь жил в природе, на земле, они даже не умеют полы мыть, и для меня это так удивительно, но я думаю, это тоже хорошо ей посмотреть хотя бы таким путем мир, как бывает в другом варианте. В нашей палате не было раковины и не было туалета. Чтобы пойти в туалет, надо было выйти и пойти в другую палату, то есть не было даже в коридоре отдельного туалета, ты должен был пойти в палату, где лежат другие люди, в их туалет. Я видела, как это жутко бесило, это же женский коллектив, они ругались, и слышу, что почему кто-то там плохо, грязно сходил в туалет, тра-та-та. Ну, знаете, а лжурские женщины, они такие эмоциональные, они выплеснутся свои эмоции, и потом так все успокаивается. Наверное, поэтому они долго живут. И здесь тоже было, я не могла никому оставить с ребенка, не могла доверить его. Я просто брала первое время ребенка на руки и шла с ним. Либо я до последнего ждала, пока приедет мой муж. Муж меня старался навестить несколько раз в день. Ну, вот, если вдруг нужно было мне срочно, то я вот шла с ребенком. Пока меня не зацепил врач, не сказала, ты что? Ты знаешь, сколько здесь контоминаций, сколько ты нахватаешь микробов? И я поняла, что здесь не просто здоровое пульмонологическое отделение. Тут же лежат коклюши, тут же лежит туберкулез. В общем, куча всего. Я заперла с твоей палатки и лежала там со своими женщинами, у кого такие же дети астматики, аллергики и так далее. Врач нам женщина досталась очень хорошая. Она была и опытная, и внимательная, и в диагнозах, и вообще в умеренности применения лекарств. То есть не просто так пихать антибиотики, любые лекарства, а именно умеренность, где нужно. И я прям вообще очень благодарна этой женщине. И вот говорю, что даже потом ее перевели в другую больницу, потом она куда-то увольнялась. мы же вот с 10 месяцев до сию момента у пульмонолога состоим на учете, ой, как мой муж искал ее, как мы его сюда ездили, разыскивали. Еще рядом с моей кроватью, вот прям рядом, лежала кроватка, единственная маленькая кроватка, как люлька, в ней лежал ребеночек от казничок. И вот тогда я первый раз узнала, что оказывается волжир-то есть и дом малютки, и дом престарелых, просто это больше редкость, то есть этого очень мало, но есть. И к этому ребенку была прикреплена женщина, которая с утра до позднего вечера была с ним. Ее функция переодевать, он прям вот грудничок совсем. Она переодевала импамперсы, привозила одежду, очень много садок и пожертвования этому ребенку. У него все чистенькое, новенькое, ребеночек хороший, здоровый, ну, относительно здоровый. То есть вот он заболел бронхит у него, по-моему, был на тот момент, то есть не астма, ничего, прям можно было вылечить. И вот она его с утра до вечера просто целовала, держала на ручках, и я просто думаю, что себе, ну, просто, видимо, здесь мало этого, и на каждого ребенка приходится вот этой любви. Представляете, в России, как раз ведь к каждому ребенку прикрепляется такой человек, который просто будет его любить, держать на руках, и вот выполнять функции мамы. Но на ночь она уходила, то есть это именно работник дома малютки. Этот ребеночек лежал, и я думала, а как же он? И вот он начинает плакать, у меня паника, потому что я своего ребенка на руках держу, мне его нужно было, у него катетер стоял, нужно было постоянно его чем-то отвлекать. Но там женщины начали ухаживать за ним сами, причем они как бы так, одна вообще приходила из другой палаты, так яро прям, я видела, ночью сидит на кровати, там ему заваривают смесь, кормит его, такая молодец. И потом между женщинами случается конфликт. Женщина с моей палаты что-то сказала на эту женщину по типу того, что она плохо за ним ухаживает. Но я вам еще раз говорю, что алжирские женщины очень эмоциональные, эмоции, они выплескивают громко, кричат там, и тут такое началось, просто, я через, в общем, понимала самую малость, но вот конфликт из-за того, что та столько времени действительно посвящала этому ребенку, и там сказали, что якобы она там не подошла к нему, или не поменяла памперсы, ее это очень обидело, она в слезах, в истериках, там какие-то бабульки за нее стали заступаться, в общем, там был, знаете, такой фильм. А еще хотела рассказать из необычненького, что там было, что я заметила очень много пожилых женщин с младенцами, и не понимаю, что такое, родили, что ли, в таком возрасте? Оказывается, нет, это бабушки. А почему? Потому что это женское деление, мужчины туда нельзя, но в качестве посетителей только. А многим молодым женщинам нельзя выходить из дома, ну, то ли они сами не хотят, то ли супруги их не выпускают, и поэтому бабушки лежат со своими внуками. Вот такая вот интересная особенность. еще, так как это был Рамадан, то есть там никто не кушали, женщины мои сидели на посту, ну, а я на тот момент очень сильно похудела из-за нервов, и еще кормила сына грудью, а он вообще ничего не ел, кроме грудного молока, ну, на период болезни, вот, ну, никакой прикорм, вообще еды он не хотел. И еще, если бы я не ела, то, соответственно, оба мы там загнулись бы. Ну, и я решила, что я, конечно же, буду кушать. И вот, помню, что к этому отказничку приходила женщина, очень приятная, добрая женщина, и она все время что-то приносила, приносила для меня. И показывала, что типа ешь в тайне, не показывай никому. Я думаю, ну, почему? Это же мой выбор. Оказывается, нет. В Рамадан нельзя провоцировать людей вот так вот на виду сидеть и кушать. И вот я смотрю, женщины, у кого критические дни, да, они не соблюдают пост, или у кого-то что-то случилось, не может соблюсти пост, они вот кушают, но сидят, отворачиваются вот так, как будто бы как прячутся. То есть вот так. Ну ладно, не будем провоцировать людей, я тоже так. Сяду, повернусь к окошечку и кушаю. В больнице кормят. И я ради интереса, конечно же, мне хотелось попробовать, как там кормят, чем там кормят. Пошла попробовала местную еду. И, кстати, мне попалось какое-то блюдо достаточно вкусное. После этого я долго готовила маленькие макарошки. С хумусом они были, курица, и прям было мясо. И люди не особо берут это, потому что очень много посетителей и приносят постоянно еду. Приносят еду, вот приносят. И ко мне приходили, все приходили, вся семья мужа приходила. Даже приехали тетя, которая сама-то болела, еле ходит. Дядя. В общем, умещали все. Моя русская подруга. И все что-нибудь приносят. Еще так, как это Рамадан был, то во время, когда наступал Магриб, приносили столько садок, просто готовых блюд, гриф, пекли там разные сладости. Все это разносили, угощали вообще. Я не понимала столько еды. У Алжира культ еды. Они всегда любят еду. Любой. Свадьба, похороны, праздники. В общем, прям столько было еды и везде. Еще я помню, принесли все женщинам, подарили подарки. Тоже садока такая была в честь Рамадана. Садоку устраивают в основном богатые люди в больших объемах. То есть вот больницам, мечетям, каким-нибудь организациям и так далее. Я конкретно не помню, что там было из подарков. Помню, что там были средства ухода для детей, какие-то памперсы для женщин, были дезодоранты и что-то тоже для ухода. Ну, было, знаете, все равно как-то приятно. Врачи относились хорошо, были внимательны, каждый день был обход. Вначале даже врачи все равно прибегали посмотреть на меня, как на какой-то, не знаю, экспонат. Приходили посмотреть, что там за русская, еще и не понимает ничего. Пытались поговорить, хотя им сказали, не понимаю. Я говорила, сейчас я позвоню мужу, давайте через телефон общаться. Они говорили, да не, не, ладно, ничего. То есть им просто хотелось посмотреть, что да как, понимаю я или не понимаю. Вот. Лекарства. Лекарства выдавали мне пульмикорт. Остальные, да, делали антибиотику нутри вена, остальные в лекарства мы докупали. То есть все равно были какие-то даже бесплатные лекарства давались. Но это не всегда. То есть в основном сами должны покупать лекарства. В общем, это, знаете, для меня было такое своеобразное учение от жизни, скажем так. Я посмотрела, как вот окунулась, без мужа, без семьи, окунулась одна весь этот быт. Почерпнула какой-то лексики алжирской, уровень свой чуть-чуть подкачала. И, конечно же, закалилась. То есть стала еще более сильнее, чем была. Я не скажу, что меня прям больница шибко шокировала как-то. Видимо, я просто не такая нежная, знаете, и ко всему отношусь так. Я попроще отношусь ко всему. Поэтому нормально было. На самом деле, нормально. Женщины сами убрали свои палаты, сами проветривали, ругались, говорили, болтали и так далее. Такая женская, арабская жизнь. Ну, а вообще, смотря правде в глаза, то сами алжирцы говорят, что их медицина находится на плохом уровне. К сожалению, есть специалисты, множество прекрасных специалистов, но все специалисты стараются покинуть страну либо вот в каких-то частных клиниках, ну, их еще найди, поищи. Мало лекарств, мало людей. Кстати, вот ездит скорая, мне подруга моя рассказывала. Значит, я у мужа своего спрашиваю, ты знаешь номер экстренных служб ваших? Он говорит, нет, не знаю. Я говорю, ну, почему, вдруг что? Мне нужен номер скорой, на всякий случай. Он говорит, не приедет к тебе скорая. Но я подумала, что мой муж просто так отнесся, потому что у нас в семье, оказывается, нам повезло, практически все медики. И если что, то можно договориться через кого-то и вас примут. Но если у вас никого нет медиков, то еще попробуйте найти хороших врачей и место в больнице. Так вот, подруга говорит мне, арабская, алжирская, что у нее дочка сломала руку. Маленькая девочка, ей год и два месяца. Я говорю, и как? Она говорит, в десять вечера. Так что, быстро оделись, побежали на улицу, а у них автомобиля своего нету. Ловить машин, потому что такси уже не ходят, а значит, ну вот, ловить машину. Я говорю, почему вы не позвонили в скорую? Она на меня смотрит, какую скорую? Я говорю, ну вот же, ездит. Говорю, машины же мы видим. Она говорит, о, да ты что, это к этим? Хаджа, это типа, знаете, какие-нибудь почтенные люди. То есть, обычные люди скорой, получается, не приедет. Я говорю, что за бред? Как это? Скорая есть, не приедет? То есть, я до сих пор не понимаю. Напишите мне, пожалуйста, кто знает. Вообще, алжирские скорые приезжают к обычным людям. Вот такое у меня сегодня получилось длинное видео, но вы просили рассказать, я рассказала. На самом деле, рассказала еще не все, хотела затронуть о себе, как я заболела, тоже побывала тут в больнице, но чувствую, что уже пора заканчивать. Если интересно продолжение, дайте знать в комментариях и расскажу, потому что такой для меня формат просто наболтать сверху еще не привычен. А сейчас я желаю всем здоровья, берегите себя и своих близких. До новых встреч, друзья. Всем пока.